Перед началом данного видеоролика, ребята, рекомендую вам подписаться на один очень крутой, интересный игровой канал. Здесь предпочтительно у нас выходят, соответственно, стримчики, то есть данный автор проводит у нас прямые трансляции. Ну и, естественно, как я могу не поддержать его своими мини-конкурсами на различные рулеточки. Для участия, опять же, ребятам, нужно будет просто подписаться на его канал, ну и, естественно, заходить от меня, передавать ему приветики. И вы будете участвовать в конкурсе, даже можете, на секундочку, выиграть 700 коинбокс-контейнеров. Итоги будут каждый день на прямых трансляциях у меня. Поэтому всем советую, ссылочка на этот канал будет в описании, залетайте и передавайте от меня приветос. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн. И будем тестировать вооружение, которое тоже у нас изменилось. Некие, соответственно, есть изменения в плане как раз-таки Твинсика, шанс критического урона ему понизили. Но остальные изменения не такие же существенные. И вот Арис меня тоже, соответственно, интересует немножечко его затестировать, посмотреть, поглядеть, что он вообще себя представляет. Но перед этим, ребят, не забывайте, пожалуйста, про лайки под данные видеоролики. Лайки очень нужны, лайки очень, соответственно, спасают, а вы лайки не ставите, это очень грустно, очень печально. Если не будете ставить, так все ютуберы скоро у нас спарятся по танчикам. Вот, и всё, и всё, и всё. Поэтому лайки надо ставить, лайки нужно, соответственно, разгружать. Вот, короче. Что мы с вами будем тестировать? Будем тестировать, соответственно, вооружение, которое... Ну, я бы не сказал, что мне очень сильно нравится, что очень сильно заходит. Но мы, соответственно, что с вами будем делать? Мы будем смотреть на шанс критического урона как раз-таки с Твинсика. Который вроде как сделали у нас немножечко поменьше. И если соотношение, соответственно, критов сделали у нас поменьше, то хоть и у, соответственно, Пульсара криты у нас свои, типа как, да? 1%, но всё равно. Я уже объяснял одному молодому человеку на стриме, что если до этого, ну, опять же, допустим, у какой-то пушки был урон в 100 единиц. И это, соответственно, 100%. А потом вышел баланс некий. И у этой пушки теперь, соответственно, урон не 100, а 50. Вот. И 50 уроном это всё равно тоже будет 100%. Но уже 1% от этого полтоса это будет меньше, чем, соответственно, от сотки. Вот. И здесь-то, соответственно, у нас такая же тема, такая же, соответственно, ситуация. Присутствует с Твинсиком. Как он себя будет проявлять, как, соответственно, криты будут вылетать. Ну, если честно, что хочется сказать, такое ощущение, что вот не поменялось вообще, как будто ничего. Всё так же, соответственно, удачу, всё так же, соответственно, какие-то лаки-моменты. Если тебе повезло, у тебя этот крит вылез, да даже если тебе не повезло, криты вылезают достаточно часто. Насколько часто они вылезают, я пока вам сказать не могу. Но, тем не менее, по поводу как раз-таки Твинсика, ну, мне кажется, он какой был противный, такой, соответственно, противники немножечко и остался. Ничего толком с ним у нас не сделали. Поэтому, кто у нас там переживал по поводу того, что... Возможно, на своём Твинсике он не сможет у нас в дальнейшем, соответственно, играть, как-то рубиться. Но не переживайте. Всё так же, соответственно, возможно, всё так же, соответственно, реально. Как вы на нём и играли, так, соответственно, играть на нём вы и будете дальше. Поэтому не увидел. Это грустно, это грустно, это грустно и это печально. А что у нас по команде? Команда у нас, ну, вроде как, неплохая, ну, вроде как, что-то они флажочкой у нас особо не таскают. Я у нас-то здесь чисто парень такой на дефе зашёл, как говорится, потестировать вооружение, на котором я у нас толком не играл. И что-то как-то у меня это не особо-то и выходит. Кстати, чувачок у нас тоже катается на Твинсе. И причём, вроде как, вроде как не на пульсаре, что ли, потому что никаких статус-эффектов я у нас на себе не ощущал. Или на пульсаре всё-таки. Нет, не на пульсаре. Нет, на пульсаре, на пульсаре всё. Всё, всё, вижу, 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 вижу. Но чё-то Критулькины у нас, соответственно, не вышли. Понял. Понял, принял, принял, понял. Ладно, и второй моментик у нас заключается в том, что мы сейчас с вами будем тестировать Ариса, который... Которому, точнее, изменили у нас некоторые параметры. Параметры, связанные с овердрайвиком его. Теперь его овер стал медленней. И вроде как... Вроде как... Не столько он уже кусается на каких-то своих оппонентиков. Ну и кто там чё говорил, что с уменьшением урона этот, соответственно, шарик будет сносить и выносить абсолютно всех. Но чё-то я не увидел, чтоб шарик мой снёс чувака, который был у нас на Титане. Хотя прошлый бы овердрайв, я так думаю, его бы убил. Хоть то там он аптеку и захавал, но, блин, ну такое себе. Прям-прям супер такое себе. Я не знаю. По-моему, изменили прям такое существенное. Хоть товарищи, которые у нас играют, соответственно, этому Арисе, говорят мне и твердят обратное. Но, по крайней мере, вот в качестве и в плане меня, как я у нас играл против этих чувачков, для меня это изменение прям... Как глоток свежего воздуха, что ли. Объясню почему. Смотрите, я, в частности я, вот какие изменения... Давайте, наверное, всё-таки начнём с этого. Какие изменения у нас связаны с этим самым чувачком, на котором я сейчас играю? Это товарищ Арист и его овердрайв. Изменения в том, что теперь не столь большой урон. На 60, соответственно, единицы мы уменьшили урон от шарика. Его это раз. Второе изменение у нас это то, что теперь вроде как этот шарик стал медленней. Вот, и мне твердили, мне говорили, что с тем, что шарик стал медленней, он будет высасывать всё больше и больше, соответственно, у врага какого-то определённого количества ХП. Но у этого шарика ведь есть определённое количество тиков, которые он делает в секунду, разве нет? Нет. Вроде как бы это так должно работать. Ну ладно, может быть я чего-то действительно у нас не знаю про этот самый овердрайвик. Может быть, может быть там какие-то свои есть, фишечки и темы. Ну, вроде бы это должно работать именно так. Ладно, окей. Но меня всегда волновал не это. Самая главная проблема для меня заключалась в том, что этот шарик, ну, чересчур как-то сильно быстро, во-первых, нёсся, во-вторых, это его, соответственно, урон. И на среднем корпусе я у нас в большинстве случаев не выживал против как раз-таки вот этого вот чувачка. И как-то, не знаю, как-то было грустно, как-то было что-ли печально от этого. Но сейчас, что хочется сказать. Я уже попадался на своём основном аккаунте, на своей, соответственно, легенде против чуваков, которые играют на Арисе. И что хочется мне вам рассказать. На самом-то деле, лично, опять же, для меня ситуация просто максимально идеальная. То есть проблема у меня заключалась в том, что я до этого у нас толком не мог нормально убежать от этого шарика. Сейчас же, когда запускается овердрайвик, от шарика я убегаю прям, ну, я не знаю, практически в 99% случаев. Проблем в этом плане у меня вообще не осталось. То есть я вижу заранее шарик, врубил на кризисе нетруху и уехал. Опять же, повторюсь для комментаторов у нас и скажу. Это лично для меня, лично под мой стиль игры. С вами это никак не связано. Поэтому я рассказываю чисто свои впечатления, что меня бесило в этом, соответственно, овердрайве. И как мне от него было проще уходить. Поэтому мне стало играть против оверки Ариса, которые, кстати, выпускаются, ну, я бы не сказал, что супер редко, а прям, ну, достаточно частенько. Я бы еще пофиксил ему частоту вот этого вот выпадения шара. И было бы вообще все отлично, все прекрасно. Ну, окей, теперь, кстати, я у нас ухожу достаточно быстро от этого шарика. И когда я у нас играю также на Джаггернауте, на Джаггернауте теперь тоже более-менее можно нормально от этого шарика убегать. Потому что некие были сомнительные моменты, когда ты у нас стоишь, когда ты у нас тусуешься, в тебя летит, соответственно, шарик говна, который тебе не дает нормального жития и покоя. Вот, но теперь на Джаггере также можно легко от него убежать. Это один моментик. Второй моментик, как раз-таки, который меня порадовал, связанный с уроном на этом шарике, что он стал не такой уж сильно злой. Может быть, в каких-то моментах для чуваков, которые у нас стоят, соответственно, на одном месте и ждут, что просто этот шарик прокачится, и они выживут на той же самой аптеке, это как-то особо там и не поменяло никакого, соответственно, процесса выживания. Может быть, они не выживают. Но, опять же, я рассказываю про свой стиль игры. Если в меня летит шарик, я, соответственно, стараюсь от него по бырику, по шурику убежать на нетрухе. И теперь, лично, опять же, у меня происходит такая тема, что я выживаю. И выживаю прям, ну, очень частенько. То есть, я просто беру, врубаю нетруху, соответственно, на аптеке. И в большинстве случаев, я не знаю, процент, наверное, 80. Я, конечно, не так уж много играл против обновленного Ариса, соответственно, вчера. Но, тем не менее, тем не менее, сколько там получается? Три каточки я у нас всего отыграл. И в этих трех катках были у нас такие чуваки. Наверное, оверок... Ну, сколько было выпущено? Оверок, наверное, 8 этих шариков за эти три катки. Может быть, там плюс-минус в меня полетело. И что хочется сказать? В процентах 80 я у нас всегда справлялся с тем, что просто-напросто брал и просто-напросто, соответственно, убегал от этих чувачков. И проблем не было абсолютно вообще никаких. Вот, допустим, сейчас чувачок даже не заюзал свой, соответственно, дрон, который его спасает. Сосатель. Даже это ему помогло выжить. Но что-то я не знаю. Раньше бы, если бы по 300 хпшек сносило, выжил бы он. Просто так-то уменьшение скорости, оно вот, наверное, больше подходит и больше роляет для чуваков, которые играют на кризисе. Потому что эти все-таки 5 метров, которые мы уменьшили, да, они все-таки неплохо сказываются на том, что на кризисе ты у нас уходишь достаточно быстро от него. И они прям спасают и дают тебе возможность выжить, действительно. Вот. А вот в плане урона просадочка, конечно, ну, не знаю, не такая, не супер такая приятненькая стала. Все-таки 60 единиц от шарика убрать, ну, как по мне, это прям достаточно много. Не знаю. Фиг его знает. Рассуждать, конечно, у нас сложно на эту тему. Вот, сложно. Но, тем не менее, тем не менее, как говорится, свои, как говорится, плюсы я у нас в этом вижу. Не знаю, как вам, но, как по мне, изменения как раз-таки интересные. Изменения прикольные. Мне они однозначно нравятся. Если дальше у нас будут, соответственно, фиксить данного Ариса. Точнее, не Ариса. Вот, корпус-то сам по себе вообще прекрасен. Претензий к нему нету. Но вот этот овердрайв, который меня раздражает очень и прям и очень сильно, его, конечно, да. Приятненько, приятненько. Скажу, что приятненько, что его пофиксили. Поэтому я у нас счастлив. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok